Олимпиадная математика требует от школьников нестандартного подхода к решению задач. Умение найти правильный и неординарный ответ – результат долгих часов подготовки и времени, потраченного на изучение точных наук. Из пяти призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по математике четверо учатся в третьем лицее. В Олимпиадной математике, наверное, самое красивое, что есть, это геометрия. Ну, все время она очень красивая и изящно решается. Мне это очень нравится. Екатерина Ивина учится в 11 классе. Она решила связать свою жизнь с точными науками. Тем более, что хорошие подспорья для этого уже есть. Поступить в престижный вуз ей поможет титул призера заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по физике, который ей удавалось завоевать дважды. По служному списку выпускницы добавились и достижения по математике. Когда ты побеждаешь в Олимпиадах, ты становишься более уверенным. И даже в других областях ты можешь соревноваться на высшем уровне. Это дисциплинирует. То есть, чтобы подготовиться к Олимпиаде, нужно каждый день заниматься и тренироваться. Потому что даже можно так сказать, что Олимпиады – это тот же спорт. То есть, это высокая конкуренция, постоянные тренировки, занятия. Для того, чтобы попасть на региональный этап Олимпиады, ребята проходили отбор в лицее. Затем выступали на городском уровне. И только потом получили путевку на регион. С заданиями Олимпиады Данила Смирнов справился без особого труда. Помогли ежедневные занятия и знания, приобретенные в стенах лицея. Затрагиваются абсолютно все разделы математики. То есть, на одной Олимпиаде могут быть задания и на разные области геометрии, на комбинаторику, например, из конкретной Олимпиадной математики. Разные разделы алгебры, теории чисел. Уже в марте стартует заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. И, возможно, в этом году в списках победителей и призеров будут имена саровчан. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.